Привет, меня зовут Сергей, приветствую вас на канале 1Серж23 В данном ролике я вам расскажу, как проверить фурнитуру, которую вам поставили на лодку, либо на катер Вот вчера я буквально занимался ремонтом сидений катера, катера российского, на котором сгнила вся буквально фурнитура Вот я вам показываю, вот сейчас я этот, как его называется, буду делать паузу, покажу этот, как она вот вообще выглядит Ну а так вот можно посмотреть, вот это вот вся вот эта фурнитура, при этом когда ее ставили на лодку, она вся была абсолютно ровная, блестящая и красивая И здесь возникает вопрос, а как тогда определить, что вам поставили И ответ можно найти самым очевидным способом, то есть для этой цели берем обычный магнит, обычный магнит и магнитим фурнитуру Вот сейчас я здесь приготовил вот различную фурнитуру, которую использую я на катере, вот видите, вот и вот я ее магничаю Вот видите, вот ничего не магнитится А сейчас буквально я проверю вот эту вот фурнитуру Она блестящая, вот если вы посмотрите, например, вот кнопочки по идее, когда они новенькие, вот например новенькая кнопочка То есть они практически ничем не отличаются, то есть вот, это одна и другая фурнитура То есть единственная разница заключается в том, что вот эта фурнитура сделана из нержавейки А это обычная одежная фурнитура, которую производитель по какой-то хрен поставил на лодку Зная, куда он ее ставит и в принципе этот, как его называется Не отдавая себе отчет, что данная фурнитура, помимо того, что она вся сгниет То есть, что болты, все саморезы вот эти вот, все вот это вот полностью тоже сгниет Это даст грязные ржавые разводы по корпусу лодки Плюс ко всему, это все было поставлено на сиденье из кожзаменителя И буквально все сиденья, то есть они все вот, вся вот эта ржавчина, она въелась в сиденье полностью И вот давайте сейчас тест Вот смотрите, вот фурнитура Причем, что самое парадоксальное, видите, вот эта вот часть фурнитура Вот Какая-то здесь, какие-то элементы здесь сделаны из нержавейки, вот верхняя абсолютно А все, что вот, все, что находится внутри, то есть, все вот эта вот штука, видите, вот оно все полностью сгнило То есть, это сплошное железо Проверяется это, говорю еще раз, очень просто, магнитом И то есть, несмотря на то, что эта вот фурнитура может быть, допустим То есть, они здесь взяли, вообще сделали очень прикольно То есть, они взяли сами шляпки нержавеющие А все остальное собрали на обычную одежную фурнитуру И вот в результате, вот видите, вот это вот магнит То есть, и вот проверить фурнитуру, которая у вас стоит, очень-очень просто Если вы скажете, что вот, допустим, фурнитуру, которую пользуюсь я То есть, это нержавеющая фурнитура, это либо никелированная латунь Либо чистая нержавейка, без разницы Вот, смотрите, вот я вам показываю, вот фурнитура, которая моя Начиная с болтиков, вот, пожалуйста, они не будут магнититься Потому что это нержавейка Так что вот, сейчас я нажму на паузу и покажу вам непосредственно, как выглядели сидения При снятой, после того, как вот эту фурнитуру я снял и начал ее менять уже на нормальную А это то, что было поставлено производителем лодок Ну вот, вы посмотрели сейчас вставочку Это видно ржавые разводы на кожзаме, то есть, ржавые, некрасивые разводы То есть, это вот то, к чему привело использование вот этой вот, может быть, и неплохой фурнитуры Но у нее есть свое предназначение, это куртки, куртки, одежда и все остальное То есть, а для использования вводных, вводной тематики То есть, вот, вот кнопочки сами по себе Вот, выглядят вот таким макаром То есть, здесь внутреннее кольцо сделано из нержавейки Сама кнопка сделана из никелированной латуни А вот эти вот болты-саморезы, они полностью сделаны из нержавейки, включая сами болты Почему вот эта фурнитура стоит денег, а вот эта вообще не стоит ничего То есть, буквально, в полном смысле слова, ничего А с точки зрения, допустим, если у вас такая штука стоит на вашей лодке То это приведет вот как раз к такому результату Так что вот, можете взять магнит, поднести его и вот так проверить И увидите, что у вас стоит на лодке Если у вас будут вопросы Вопрос, как всегда, можно задавать на почту Почта 11h23sobakamail.ru Обязательно всем отвечу Единственное, что еще могу сказать Что бывает такая ситуация, когда вот в болтах, вот в этих вот болтах Даже производители, которые производят яхтенную фурнитуру Используют оцинкованное железо Ну, хорошо, оцинкованное железо То есть, оно стоит, конечно, гораздо дольше Но все равно, в конечном итоге, оно потечет То есть, и бывает, что не всегда Покупая яхтенную фурнитуру, катерную фурнитуру Не всегда удается Допустим, вот я знаю поставщиков, которых я беру Потому что уже с этим делом сталкивался неоднократно И знаю, что надо покупать, а что не надо покупать То есть, я покупаю вот фурнитуру Которая максимально вся полностью из нержавеющей стали А бывает, что приходят болты То есть, приходится ее либо срезать, либо менять А срезать эти болты очень сложно Либо, допустим, ставить так, как есть Потому что, в принципе, они сделаны хорошо И причем такая фурнитура приходила и из eBay, и из Китая И в России попадались Что вот берешь кнопку Кнопка сама сделана из нержавейки А болт сделан из железа, оцинкованного Вот, поэтому здесь всегда покупая фурнитуру Обращайте внимание, из чего сделаны болты В этом случае у вас ничего гнить не будет То есть, это очень важно Потому что, особенно если вы используете лодку Допустим, в морской среде И, собственно, потому что в морской среде Если, допустим, на пресном водоеме Оцинкованный болт еще прокатит какое-то долгое время То в морской среде этого не хватит даже на год Так что вот Берем магнит Проверяем И понимаем, можно ли вам на катер ставить подобные вещи Если все осталось на магните Ответ прост, нельзя Так что вот, если будут вопросы Вопросы, как всегда, можно давать на почту Почту 11h23sobakamail.ru Обязательно всем отвечу А так, спасибо за внимание До свидания Субтитры создавал DimaTorzok